Здравствуйте, приветствую вас на канале про цветок. Сегодня мы поговорим об окружающей нас природе, о тех растениях, которые растут рядом с нами, которым как бы мы быть пренебрегаем и не знаем о их полезных свойствах. Одно из таких растений это осина. Осина или тополь дрожащи, как она называется правильно у науки. Почему тополь дрожащи, вы наверное видели, что ее листики на длинных черешочках при малейшем дунове ветра шевелятся. Ну и поэтому они как бы дрожат, то ли от холода, то ли от страха. Ну как бы это очень интересно. Ну а осенью эти листья окрашиваются в красный цвет и смотрятся еще более привлекательным. Осина растет, это дерево конечно, в 30-35 метров высоты. Ну такого деревьев мы встречаем очень мало. Почему? Потому что в молодые годы осина в числе первых на роду с берозой, сосной, поселяются на вырубках, дает всходы, растет. Ну потом уже как бы средние годы начинает нападать ржавчина и древесина загнивает, где-то осина ломается, поэтому высокие деревья встречаются очень редко. То есть растение как бы это недолговечно. Ну тем не менее, что оно недолговечно, оно очень интересно. Почему оно интересно? Ну во-первых, химический состав осины. Так вот, если взять к ним состав осины, ее веток, ее коры, значит у них есть салицилин. Ну а салицилин вам знакомый, что есть потом в организме образуется кислота. Потом много дубильных веществ, вяжущих веществ, ну и много-много других полезных свойств. Как бы наши предки использовали с лечебными целями осину. В частности, что делали? Брали кору с молодых деревьев, в мае месяце снимали, срубали дерево, снимали кору. Эту кору сушили. И потом отваром коры полоскали при зубной боли. Ну а самое же интересное, что еще было, что если в хозяйстве сжигалась осина, вот, значит она сжигалась отдельно. Потому что залу с осиновых поленьев, с осиновых веток брали, просеивали, смешивали с жиром. И после этого, это была мазь, которой мазались при экземах, фурункулах. Смазывали и это все исчезало. Но и листья осины также находили применение в народной медицине. Эти листья летом, в любое время, если было необходимость, срезали с веток, опускали, завязывали холшовый мешочек, опускали в кипяток. После того, как они нагрелись, с них делали, ну их прикладывали полностью разным мешочком в виде компрессов. Это помогало при внутренних как бы воспалениях. Эти внутренние воспаления кожи приложили осину, она очень быстро оттягивала. То есть она была как бы хороший лекарь. Ну, конечно, осину уже многие слышали, что осина как бы в колдовских обрадах применялась. Ну, мы не будем, конечно, уже идти на эти обрады и рассказать более подробно. Это не тема, как бы не ботаническая тема, не тема наших огородников. Ну, что мы можем, какую осина может принести нам пользу в нашем саду? Садить, конечно, осину нет нужды, потому что ее достаточно в природе. Она появляется, я что раз объясняю, на любых вырубках она после первых появляется и растет. Вот. Значит, там согласие лесника можно заготавливать осиновые ветки. Что осиновые ветки нам пригодятся? Они горькие, поэтому их не трогают зайцы. А для сада это то, что надо. Чем бездумно каждый год лапник еловый портить ели, заготавливать еловый лапник. Значит, мы можем нарубить веток осины. Нарубили ветки осины, обвязали наши плодовые деревья, зайцы их трогать не будут. Будет хорошая защита. Ну, а дальше, как я объяснил уже, мы можем эти ветки сжечь, они легко сжигаются. Почему легко сжигаются? Вам самый простой пример. Вы видели спички. Вы представляете, так вот, вся спичечная щепа делается только из осины. То есть, на спичке идет только осина. Она высыхает, она, видите, быстро загорается. Ну, конечно, кто-то вот скажет, ну, вот раз она быстро загорается, значит, она долго не стоит. А вот здесь вы очень ошибаетесь. Если взять опыт наших предков, они с осиной делали заборы. Почему? Потому что осину, осиновые такие, ну, колья, разрезали на части нужной длины, и они хорошо кололись посредине, прокалывали посредине, и после этого они подсыхали, они стужили не один десяток лет. То есть, они не гнили. Вроде лиственная порода, мягкая как бы, недолговечная, но они не гнили. Именно при высушивании. Точно так же из осины, когда не хватало материалов строительных, например, той же ели или той же сосны, значит, заготавливали даже для срубов осину. Но ее заготавливали в феврале месяце, февраль-март месяц, когда у нее начиналось сокодвижение. Начиналось сокодвижение, после бровна заготавливали, они высыхали, и по своей прочности они не уступали многим хвойным породам. Так что вот, вот что значит осина. Ну точно так же ветки осины, что их хорошее, что есть для нас как бы и огородников. Если вы обвязывали сад, они у вас остаются. Так вот, ветки осины, если взять, сложить какую-то кучу, взять, пролить азотным удобрением, 100 грамм на 10 литров воды, любым, будь то мочевина, будь то селитра, будь то сульфат аммония, и после этого еще взять, опылить доломитвой мукой или обыкновенной золой, прикрыть соломой, они очень быстро сгнивают. Они быстро сгнивают в течение трех месяцев. Они сгнивают и дают нам прекрасный компост, прекрасный перегной, такой рыхлый, темно-коричневый. На этом перегной очень хорошо растут многие растения. Ну поскольку богатый химический состав, значит осина может применяться также, отвар ее веток, для дезинфекции почвы. Ну эту дезинфекцию почвы необходимо проводить пораньше. Почему? Потому что дубильные вещества будут задерживать прорастание, поэтому почву обеззараживают где-то не менее чем за две недели до посева семян. Ну для того, чтобы снять это отрицательное свойство дубильных веществ, затормаживать рост растений, мы можем просто-напросто добавить в этот раствор на 1 литр осинового отвара из веток, мы добавляем одну столовую ложку нашатырного спирта. Добавили, он нейтрализует кислотность и наши растения будут расти прекрасно. Ну тем более, что такой раствор с нашатырным спиртом будет храниться очень долго. Поэтому его можно заготовить зимой, сделать такой раствор, а весной поливать растения на своем участке. Так что видите, вот сколько замечательных свойств у этого растения и в медицинском отношении, и на наших огородах, и в защите наших растений от вредителей, которые посягают на наши труды. А для того, чтобы осиновые ветки скорее разлагались, их можно также пролить раствором седной палочки и триходермы. 100 миллилитров на 10 литров воды этих препаратов ускоряют разложение веток нашей осины. Ну и, соответственно, наш компост будет для растений не только питательный, но и свободный от болезней. Поэтому возьмите это на вооружение и знайте, какое замечательное растение растет в вас за забором. Не относитесь к нему с пренебрежением. Знайте, что в природе все имеет пользу и свое применение. Просто мы не всегда об этом знаем. Удачи вам! Хороших урожений! До свидания!